День с толком QR-коды для туристов и спортсменов. Как ограничения влияют на индустрию оздоровления? И снова холод. На ТЭЦ Ярового произошел технический сбой. Кто понесет ответственность? Начнем выпуск с новости, которая в итоге оказалась ложной тревогой. Весь день сегодня жители края бурно обсуждали сокращение срока прививочных сертификатов. Днем в СМИ появилась информация, теперь QR-коды будут действовать полгода, а не год, как это было раньше. И действительно, жители Алтайского края могли сегодня заметить, при сканировании QR-кода на экране отображался новый срок действия документа, сокращенный на полгода. Особенно это взволновало тех, у кого сертификат стал недействительным. Однако потом оперштаб региона назвал аннулирование глобальным сбоем. На портале госуслуг проводились технические работы. В федеральном Минздраве также пояснили, что срок действия документов остается прежним – год. QR-коды восстанавливаются. Также сегодня стало известно, что в общественном транспорте региона не собираются вводить QR-коды, по крайней мере, пока. В Роспотребнадзоре признают, что автобусы и трамваи – место, где вас с легкостью могут наградить коронавирусом, но в ведомстве рассчитывают на сознательность граждан, которые обязаны носить маски в общественных местах и в том числе в транспорте. А вот от лечения в здравницах Белокурихе россияне уже начали отказываться. Причина возврата путевок – все то же введение QR-кодов. Отток гостей, правда, незначительный. Пока приезжать в санатории Белокурихе передумало всего около 3% отдыхающих. Но насколько город-курорт федерального значения подготовился к новым правилам и как нововведение в целом отразится на санаторно-курортной отрасли, знает Валентина Аскерова. Если же гость приехал на заселение, на отдых, то тогда он предлагает самому пройти в службу приема и размещения, для того, чтобы оформить необходимые документы, там же предоставить сотрудникам QR-код, паспорт. Наравне с масочным режимом, дистанцией и термометрией скоро будет QR-код. Таковы новые правила заселения в санатории Алтайской здравницы. Действовать они начнут ровно через неделю, в следующий понедельник. Белокуриха к электронным новшествам готова. Ни о каких затратах речь не идет. Для считывания кода достаточно лишь наличие смартфона. Открываем, включаем смартфон в режиме камеры, наводим на QR-код. Меньше минуты и на экране появляется информация, статус гостя. Привит ли он от ковида, переболел ли или же имеет медицинские противопоказания к вакцинации. Грядущие бумажные формальности у отдыхающих негатива не вызывают. Почти все приезжают уже с прививкой, поясняет руководство одного из санаториев города. Гости с пониманием относятся, тем более, что те гости, которые едут к нам в санаторий, они уже побеспокоились о вакцинации заранее. Большая часть гостей уже приезжает с сертификатами о вакцинации. Некоторые приезжают уже с сертификатами о ревакцинации. У нас есть код, мы распечатали. Я первую вакцинацию сделала двухкомпонентную. Это был февраль и март. Маска – это не для того, чтобы куда-то пустили. Маска – это, прежде всего, мое здоровье. И также вакцинация. Так что для меня, лично для меня, это не проблема. Вот такие гостевые паспорта выдают при заселении каждому гостю. В них вся информация, в том числе и о вакцинации. Этот документ позволяет отдыхающим не показывать каждый раз на входе свой QR-код. Кстати, те, кто имеют методвод, помимо справки о противопоказаниях, должны предоставлять каждые три дня отрицательный ПЦР-тест. Причем делать это нужно за свой счет. Это, естественно, уже привело, хоть и к небольшому, но отток у гостей. Сказать о том, что большой отток у наших гостей, ну это не совсем корректно было бы. Отток, в принципе, составляет 1-3% от всех бронирований. Это достаточно нормальная, оптимальная цифра. Еще одна сложность – гости 60+, поясняют санатории. Для них не действует ни медотвод, ни сертификат переболевшего. Санаторно-курортное лечение, исходя из указа губернатора, эта категория граждан сможет получить лишь при одном условии. Данная категория заселяется в санатории. Мы оказываем медицинские санаториям-курортные услуги только при наличии сертификата о вакцинации. На сегодняшний день санатории Белокурихи заполнены практически под завязку. Алтайская здравница, благодаря тому же кэшбэку, только поднялась с колены, вышла на допандемийный уровень дохода, как появились новые условия работы, которые так или иначе уже привели к оттоку отдыхающих. Да, небольшому, но если суммировать все санатории-курорта, то цифра, которую недополучит индустрия, довольно внушительна. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. Между тем, фитнес-центры уже несут убытки. Клиенты отказываются покупать абонементы на декабрь, рассказывают руководители спортивных клубов. Напомним, с 15 ноября зайти в спортзал можно будет только по QR-коду. Но уже сегодня часть клиентов отказывается от покупки новых абонементов и сдают действующие с требованием вернуть деньги. От занятий спортом отказываются даже привитые. Клиенты говорят прямо, боимся возможного локдауна. Так, в прошлом году некоторые фитнес-залы замораживали абонементы, а кто-то их обнулял. Так или иначе, уже в понедельник предъявлять QR-коды придется не только на спортивных объектах, но и в театрах, кинотеатрах, концертных залах, ночных клубах, цирках, бассейнах и других заведениях. К слову, уже сейчас известно, что и этот перечень объектов планируют дополнить. Отменять плановую медицинскую помощь в учреждениях региона пока не планируют. Однако, если число коек в ковидных госпиталях будет по-прежнему расти, то так или иначе оказание плановой медицинской помощи будет сокращаться. Об этом сообщили сегодня журналистам на пресс-конференции. Сейчас в регионе для больных коронавирусом отдано чуть более 4800 коек. Это приблизительно 88% всего коечного фонда. В реанимациях свободно 10% мест. Если дальнейшее расширение коечного фонда будет, это, конечно же, приведет и к тому, что будет страдать плановая помощь, в том числе и на стационарном этапе. Поэтому на сегодняшний день нахождение пациента на госпитальной койке, ровно так же, как и определение необходимости его госпитализации, проводится четко в соответствии с актуальной версией временных методических рекомендаций по профилактике лечения новой коронавирусной инфекции. В целом, сознательность граждан в плане и ограничения контактов, и своевременной вакцинации может принести пользу в вопросе неограничения плановой медицинской помощи. К слову, Валерий Шевченко сообщил, что заболели коронавирусом лишь 3,5% вакцинированных людей, и лишь 0,6% от этого числа находятся в ковидных госпиталях. Тяжело больных и на ВЛ среди них единицы. Еще одна новость на медицинскую тему, на этот раз печальная. Сегодня в Барнули простились с Владиславом Бомбизо. Без пафоса это был человек с большой буквы. Хирург высшей категории, заслуженный врач России. Владиславу Аркадьевичу было всего 58 лет. Он ушел из жизни 5 ноября. Почти 10 лет Бомбизо занимал должность главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Летом прошлого года ему пришлось покинуть этот пост по состоянию здоровья. Многие из нашей редакции по работе были знакомы с Владиславом Аркадьевичем. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Вузы региона с сегодняшнего дня частично перешли на дистанционное обучение. По крайней мере, эту неделю занятия в ряде барнаульских заведений будут проходить онлайн. Возможно ли, что дистант продлят? И как восприняли преподаватели и студенты очередной переход на такой учебный формат? Расскажем далее. Дистантам уже никого не удивить, говорят ректоры вузов. В педагогическом и техническом к такому формату и преподаватели, и студенты привыкли. Разные формы взаимодействия с преподавателем, разные формы отчетности. То есть 5 дней и 3 недели, вернее 3 дня на прошлой неделе ребята работают. Все-таки мы уже больше года тренируемся. Я считаю, что успешно эти тренировки проходят. Хотя, конечно, напряжение есть. И для того, чтобы обеспечить должное качество образования, требуются дополнительные усилия. И могу сказать, что не все занятия мы можем провести именно в режиме дистанционных образовательных технологий. Речь о лабораторных работах в режиме онлайн. Такие проводить просто нереально. Поэтому со следующей недели, даже если дистант продлят, лабораторные в политехе будут точными. Правда, группы ограничат количеством человек. В целом же продление дистанта будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Пока она сложная, но в самом техническом вузе больных немного. 80% педагогического состава привиты. Среди студентов пока лишь 30. Но здесь никого не принуждают. По крайней мере, нам так сказали. Я думаю, что из-за праздники у нас изменилось все-таки количество этих. И сейчас, вот эту неделю, мы тут активно у нас всевозможные бонусы для студентов будут предусмотрены. Для тех, кто вакцинирован. Но пока секрет не буду раскрывать. Они будут, мы объявим об этом. В ПЕДе тоже планируют ограничиться дистантом лишь на неделю. А потом снова перейти на очное обучение. Двусменное. С соблюдением всех мер безопасности. В университет вход идет без QR-кода. Обязательно маска. Обязательно термометрия. Вот вы когда заходили к нам, очевидно, видели, что у нас специальная система пропуска. Вот этот аппарат измеряет температуру. На сегодняшний день вузы Алтайского края работают в разных режимах. Кто-то работает в дистанте, кто-то в смешанном режиме, кто-то в очном формате. То есть по-разному. К слову, классический вуз проводят как онлайн, так и очные занятия. Студенты медицинского учатся очно, за исключением тех, кто не успел вернуться в Барнаул после выходных. В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Вадим Бестревский. День с толком. Больше ста пожаров и почти две сотни ДТП. Минувшие выходные не обошлись без серьезных происшествий. Подробнее о них в сюжете Софии Яценко. Начало морозного сезона оказалось жарким. В крае то и дело полыхало. За последние четыре дня сто шесть возгораний. Большинство в частном секторе. Так от пожара серьезно пострадал дом в центре Барнаула. На пожар прибывало 10 единиц техники, 34 человека личного состава. Проложена одна магистральная линия. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горели не только жилые дома, но и производственные объекты. К примеру, в Михайловском районе в селе Ракиты от огня пострадали склады. Сгорело не только несколько тонн зерна, но и техника. Помимо пожаров с 4 по 7 ноября в регионе зарегистрировали почти 200 ДТП. Одно из них случилось накануне. На Бийской трассе перевернулась фура с углем. А днем ранее на въезде в Барнаул из-за гололеда столкнулось сразу 15 машин. Были и такие, кто опасность искал намеренно. Ну, е-мое, дрифт-серия закончилась. Гоняли ребята, гоняли по Ленинскому сегодня. Обогнали меня пару раз. В общей сложности в дорожных авариях травмировалось 22 человека. Один погиб. И это, заметим, лишь за первую неделю холодного сезона. Сотрудники ГИБДД призывают водителей одуматься и сменить манеру вождения. Снижение скорости на дороге, увеличение дистанции, отказа от каких-то резких маневров. Все то, что нам позволит усилить контроль за управлением транспортным средством. И что позволит нам предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Вследствие чего мы сохраним жизни людей. София Яценко. День с толком. Следственный комитет и прокуратура края могут завести несколько уголовных дел из-за очередного сбоя на ТЭЦ в Яровом. Напомним, перед праздниками в городе-курорте вышел из строя котел. Температура в квартирах и домах Ярового упала до 16 градусов и ниже. Какие претензии у правоохранителей и кто может понести ответственность за вечно мерзнущих яровчан, расскажем в сюжете. Каждая зима как день сурка. Как только наступают первые морозы, яровчане включают обогреватели и оплачивают космические счета за электроэнергию. Неделю назад на местный ТЭЦ вышел из строя очередной котел. Сегодня на совещании в правительстве края министр промышленности и энергетики доложил о работах по восстановлению теплоснабжения в городе. Сегодня-то вот уже батареи нагрелись, а до этого неделю было холодно в квартирах и в домах. Целую неделю температура держалась только где-то 16 градусов и ниже. По словам министра, главной причиной сбоя стал недостаточный контроль со стороны главы города. Губернатор региона ярко обозвал происходящее рукотворным кризисом. Очередная проблема с подачей тепла на ТЭЦ заинтересовала прокуратуру и Следственный комитет. На данный момент проводится проверка, правонарушения могли быть совершены при ремонте и эксплуатации котлов, а также закупке угля. Следствию предстоит установить обстоятельства, при которых город не был подготовлен к отопительному сезону, а также проверить в действиях должностных лиц муниципального унитарного предприятия Яровская топливно-энергетическая компания наличие признаков преступлений, предусмотренных статьей 291, а также статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Связаться по телефону с главой Ярового нам не удалось. А что касается яровчан, как это часто бывает в регионах, чтобы решить проблему, они намерены обращаться к президенту. Пока греют только надежды. Ирина Корчагина, День с толком. Барнаульская семья, оставшаяся без денег и квартиры из-за высококлассного мошенничества в начале этого года, надеется получить компенсацию от государства. Очередное судебное заседание назначено на 8 ноября. А между тем, эксперты отмечают, что на рынке недвижимости края участили случаи мошенничества, в том числе по поддельным доверенностям. Подробнее об этом далее. Громкая история, в которой стала жертвой молодая читамистр, прогремела в начале этого года. Тогда супруги спустя две недели после покупки квартиры узнали, что жилье им по закону не принадлежит. Мы уже тут планировали ремонт. В один из вечеров к нам приходит женщина. Постучалась в дверь. Говорит, я собственница. Вы, говорит, квартиранта. Мы сначала говорим, нет, мы, наверное, куда-то ошиблись квартиры. Она нет, все 69-я. Я собственница квартиры. Мы говорим, ну мы ее купили. Он говорит, как так, я ее сдавала. Молодая чета купила квартиру почти за 4 миллиона рублей в спальном районе Барнаула. Но оказалось, предыдущие арендаторы без ведома собственницы подделали ее паспорт. Затем продали квартиру перекупщику, а тот, в свою очередь, Софье и Егору. После того, как вскрылась мошенническая схема с квартирой, пару попросили съехать. Уже полгода семья с маленьким ребенком на руках снимает жилье за 18 тысяч в месяц и через суд пытается добиться компенсации с Росреестра, где и была зарегистрирована сделка в простой письменной форме. С 2020 года вышел закон, согласно которому добросовестные приобретатели имеют право получить государственную компенсацию. Собственно, на это мы и надеемся. Честно, до сих пор надежда не угасает, потому что вариантов у нас нет. Здесь приходится снимать жилье. Конечно, существенные растраты, потому что еще маленький ребенок. В простой письменной форме, то есть без участия нотариуса, сделка с недвижимостью проходила не только у супругов мистер, но и у героев многих других громких историй, о которых рассказывали СМИ. Упрощенный порядок заключения сделок по доверенности, а порой и без личного присутствия владельца жилья, довольно рискован. Единственный надежный способ избежать обмана, по мнению специалистов рынка недвижимости, обращение к нотариусу. На сегодняшний день мы довольно часто сталкиваемся с поддельными доверенностями. И для того, чтобы гражданам защитить свои права, им нужно знать порядок оформления нотариального документа. Именно доверенности, что необходимо обращаться в нотариальную контору, к нотариусу. Действие совершается в присутствии нотариуса. Нотариусам разъясняются все права. Указываются полномочия необходимые гражданину в доверенности. Доверенность распечатывается на специальном бланке для совершения нотариальных действий. На нее наносится защитный QR-код. Именно доверенность относится к числу самых подделываемых документов России, в том числе и в Алтайском крае. Так на днях в Бийске нотариус выявил поддельную доверенность, сообщает сайт Алтайской краевой нотариальной палаты. Доверенность была заверена якобы московским нотариусом, но подписи и печать оказались липовыми. Документ, дающий право на продажу квартиры в центре Бийска, был оформлен от имени человека, которого уже нет в живых. Выявить подделку нотариусу не составило труда. К слову, нотариальные конторы, мошенники не идут, предпочитая обходные пути. На сайте Федеральной нотариальной палаты находится сервис проверки доверенностей. Нужно ввести дату удостоверения, реестровый номер, фиу того, кем документ был удостоверен и результат готов. Здесь же находится сервис проверки отменных доверенностей. Легко просканировать и QR-код. Сегодня специальная маркировка имеется на большинстве нотариальных бумажных документов. Если перед вами оригинал, система выдаст фамилию, имя, отчество нотариуса, который оформлял данное действие. Нотариальный округ и другие реквизиты. С помощью этого QR-кода любой человек, даже посредством смартфона, может проверить подлинность документа. Проверка QR. Проверить. Разрешить. Все он проверяет. В ситуации с семьей Мистра все в итоге сложнее. Они уже прошли несколько судебных заседаний. Одну из мошенниц, что обманула Софью Егора, приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Еще два фигуранта получили по шесть лет реального срока. Все эта компания арендовала злополучную квартиру до того, как ее купили мистер. Последним же квартиру уже не вернуть. Но остается надежда на получение компенсации в 4 миллиона рублей от Росреестра, если суд обяжет об этом инстанцию. Очередное заседание уже по данному факту прошло сегодня. О чем там шла речь, расскажем в ближайших выпусках. Валентина Аскирова, Вадим Быстревский. День с толком. И в завершении выпуска о нестандартном решении проблемы горе парковщиками. Такое нашли бийские водители, которых уже прозвали богатырями. Мужчины на своих руках перетащили автомобиль, который перегородил проезд. Сначала неправильно припаркованную машину оттащили с помощью троса, но этой меры оказалось недостаточно. Автомобиль все равно мешал выезду с парковки. Тогда мужчины просто перенесли легковушку. Когда это обнаружил ее хозяин, он, судя по видео, был, мягко говоря, удивлен. К слову, поступок бийских богатырей поддержали соседи. Не будем бросать, где попало. Что такое-то, не заехать, не выехать. Люди стоят. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует...